...и дальнейшее развитие, возможное развитие событий прямо сейчас обсудим в прямом эфире по скайпу с украинским политологом Владимиром Фисенко. Владимир, здравствуйте. Слышите ли вы дождь? Да, доброе утро. Доброе утро, Владимир. Ну вот скажите, пожалуйста, министр внутренних дел Арсен Аваков прямо говорит об оккупации и незаконном вторжении на территории суверенного государства. Такие слова от официального лица, от члена правительства, как правило, ведут к дальнейшим очень серьезным событиям. Не хочется сейчас лишний раз накалять и нагнетать обстановку, благо она уже и так накалена до предела. Но что, вам кажется, может произойти в ближайшее время после таких действий и слов? Ну, первое, что нужно сказать, вне зависимости от оценок отдельных официальных лиц, политиков, есть и основания полагать, что в Крыму запущен, уже реализуется сценарий отделения Крыма от Украины. Я думаю, что и пророссийские силы в Крыму, и те, кто их поддерживает в России, а без мощной поддержки и подпитки этот сценарий реализовать было невозможно. Я не считаю, что это могло быть стихийными действиями того же Беркута или кого-то еще. Все это явно координируется, направляется, очень хорошо сценируется. Если бы так, например, действовали майдановцы в Киеве, то кризис бы длился не три месяца, а закончился бы за три дня. Это к слову. Поэтому я не буду ни подтверждать, ни опровергать участие российских военных в этих операциях по захвату аэродромов. Но все это, я вам говорю, напоминает очень хорошо продуманную, срежиссированную, скоординированную военную операцию. Поэтому предположения такие возможны, но подождем подтверждение из других источников. Но сам факт запуска этого сценария означает, что в Крыму возникает, во-первых, внутриполитический кризис. И крымчане должны понимать, должны учитывать, что последствием этого кризиса, который может затянуться, станет срыв курортного сезона. Они просто потеряют заработка. Это первое. Второе. Возникает вокруг Крыма международно-политический кризис. И правовой, и политический. Потому что смена статуса такой крупной территории, тем более смена статуса в конфликтной форме, это, конечно же, приведет к серьезному кризису в отношениях, во-первых, между Украиной и Россией. Я хотел бы верить, что все-таки дело не дойдет до каких-то военных столкновений, военных действий. Но очевидно, что если Россия поддерживает то, что происходит в Крыму, она нарушает свои обязательства по Будапештскому имморандуму, когда она вместе с США и Великобританией гарантировала безопасность и целостность Украины, когда мы отдавали ядерное оружие. Россия, кстати, отдавали. Поэтому Россия грубо нарушает свои обязательства в этом плане. И, естественно, может возникнуть охлаждение, если не кризис серьезный в отношениях между Россией и Западом. То есть может начаться новая холодная война. А в самом Крыму все-таки надо понимать, есть не только сторонники воссоединения с Россией, их действительно немало, но есть и противники. Поэтому лучше искать компромиссы, мирный выход из ситуации, чем решение силы. Никто Крыму не угрожает. Да, есть эмоциональные заявления некоторых радикалов с Майдана, но, насколько я знаю, никто не собирался никаких переворотов в Крыму совершать. И, кстати говоря, даже отмена языкового закона, она никоим образом не влияет на права русскоязычных граждан в Крыму, поскольку официальный статус русского языка в Крыму, он гарантируется Конституцией Крыма, а не вот этим законом, который был принят в Киеве. Владимир, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, референдум, который в Крыму, судя по всему, пройдет в ближайшее время, возможно, параллельно с выборами Рады и президента во всей Украине, на нем местные элиты, в первую очередь, будут добиваться чего? И предложат проголосовать населению за что? За отделение от Украины, за вхождение в состав России, за широкую автономию в составе Украины. Какова конечная цель крымских элит, ну или, скажем так, если невозможно говорить об их единстве, какая конечная цель доминирующей части крымских элит? А сейчас нельзя сказать о доминирующей части крымских элит. Я еще раз подчеркну, если вы не поддержка со стороны России, российских политиков, думаю, что и российской власти, пророссийские организации, которые никогда не доминировали в Крыму, подчеркиваю, никогда, они вряд ли бы смогли изменить ситуацию в свою пользу. Потому что даже вот эти захваты, скорее всего, я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, они осуществляются, возможно, с помощью даже представителей другого государства. Хотя я не берусь это утверждать наверняка. Поэтому дело не в том, кто доминирует в элитах. Элиты сейчас деморализованы в Крыму, как и во многих частях Украины, и нет там единой доминирующей точки зрения. Я думаю, что раскол будет в элитах. Доминирует, я говорю, только лишь одна часть элит. Что касается самого населения референдума. Раньше по опросам общественного мнения, воссоединение с Россией поддерживали около половины населения Крыма. По некоторым опросам меньше половины. Но другая-то половина не поддерживала. Тут проблема, это раскол внутренний. Сам референдум представляется сомнительным. Потому что, например, нет сейчас в Украине закона о местных референдумах. Даже в законах сихранистского референдума. Я позволю себе вас прервать. Потому что, как мне кажется, понятно, что вам просто территориально до Крыма ближе. Но как кажется, отсюда, из Москвы, вопрос не стоит о том, есть ли конституционная возможность провести в Крыму референдум. До сих пор спорят, насколько законным с точки зрения Конституции было отстранение Януковича Радой. Но ведь сейчас понятно, что въезды в Крым блокированы. По большому счету, наверное, принципиально не важно, Беркутом, милицией крымской, российскими военными, не важно кем, аэропорты под контролем, ну, скажем так, каких-то врауженных людей. Крым сейчас ведь, насколько я понимаю, по сути, это такой вот остров Крым 2.0. Это место, где не очень понятно, у кого власть, у каких-то там местных элит, где есть военные. Вот в этой ситуации, в ситуации, где, в общем, действует, ну, по большому счету, скорее, понятие, а не закон. Возможен ли референдум? В чьих интересах его проведение сейчас? Вы сами своей формулировкой вопроса дали ответ на этот вопрос. В условиях, когда военные контролируют что-то, в условиях, когда, скажем так, доминирует только одна политическая сила, которая не скрывает своей пророссийской направленности, понятно, в чью пользу будет этот референдум, как он может трактоваться. Ну, а в самом референдуме, кроме того, что там действительно сомнительные правовые основания, кстати, как бы, да, и события в Киеве, понимаете, есть легальность, есть легитимность. Как бы, Инаковича нет. И никто его не поддерживает в Украине, даже родная партия, это к слову. Все от него отказались. А референдум, там формулировка, она не говорит прямо о отсоединении Украины или присоединении к Украине. Формулировка очень напоминает формулировку референдума, которая была, если кто помнит, в марте 1991 года. Поддерживаете ли вы суверенитет Украины в составе обновленного союза? Понимаете, вот и что-то подобное, только в других формулировках предложено проголосовать гражданам Крыма. Это такая казуистическая формула о государственности Крыма и отношениях с Украиной на основе договоров. Это можно понимать как угодно, и как отделение, и как некую конфедерацию, и все, что угодно может быть под этой формировкой. Поэтому, во-первых, есть сомнения, насколько удастся провести этот референдум демократично. Во-вторых, так или иначе, это ситуация конфликта. Да, можно захватить контроль над Крымом, что, собственно, сейчас происходит. Но как себя поведут те же крымские татары? Те, кто недоволен этими событиями в Крыму, они в меньшинстве сейчас, но все-таки тоже возможно сопротивление. Так или иначе, это кризис для Крыма. Кризис, который спровоцирован искусственно. Скажите, пожалуйста, насколько, с вашей точки зрения, возможно в Крыму развитие ситуации, ну, скажем так, по абхазскому, южно-осетинскому сценарию, когда, по сути, такое полу-государство или квази-государство оказывается под некоторым российским, там, неформальным протекторатом в результате всего. И насколько сейчас украинская власть, ну, вот та, которая в Киеве есть сейчас, располагает ресурсами для того, чтобы Крым удержать, там, не знаю, военными, политическими, идеологическими, какими угодно. Ну, что касается абхазского сценария, ну, у нас еще это называют грузинским сценарием, вопрос только в масштабах участия российских военных в этом сценарии. Но этот сценарий уже реализуется. Несколько в других формах, но он реализуется. Он запущен. И, конечно, конечная цель, действительно, отсоединение от Украины. Сначала, может быть, в таких квазиправовых формах, вот через референдум, через решение новой крымской власти. Но для начала хотя бы надо переизбрать тогда Верховный Совет Крыма. И пусть тогда уже этот новый орган принимает решение. Это было бы логично. Сейчас власть в Крыму тоже временная и сомнительно легитимная. Поэтому де-факто, да, они захватывают власть. И Киеву будет крайне сложно, конечно же, сейчас своими собственными силами локализовать этот конфликт и разрешить его. Потому что если бы были влиятельные крымские элиты, которые готовы были бы действовать сейчас самостоятельно, для того, чтобы не допустить негативных тенденций, тогда, может быть, удалось бы этот кризис разрешить. А так, мне кажется, что единства в среде крымских элит нет. С силовым путем Киев сейчас этот конфликт разрешить не может. И, соответственно, нас ожидает скорее вялотекущий с отдельными, к сожалению, негативными острыми проявлениями внутриполитический и международный кризис в Крыму и вокруг Крыма. Скажите, пожалуйста, Владимир, а насколько Крым независим и самодостаточен, ну, скажем так, с экономическо-ресурсной точки зрения? Потому что, с одной стороны, много говорят о том, что экономика Крыма представляет собой такую, ну, едва ли не замкнутую экосистему, да, которая от, ну, скажем так, большой Украины практически не зависит. При этом многие обращают внимание, что при желании, там, центральная Украина, Киев, да, назовем его так абстрактно, может, в общем, там, одним вентилем перекрыть поставки газа и пресной воды в Киев, что, соответственно, сделает жизнь в Крыму крайне тяжелой? Не, ну, такие проблемы могут возникнуть. Действительно, нельзя говорить о полной, там, автономной, ну, скажем так, полной замкнутости циклов жизнеобеспечения в Крыму. Конечно же, есть транспортная связь, есть поставки различных товаров. Да, частично их можно компенсировать, там, поставляя, там, морем или через паром из Керчи, но это, как бы, другие объемы, другие проблемы. То есть, если ситуация будет накаляться, если будут, скажем, вот такие действия происходить, которые сейчас происходят в Крыму, то украинская власть, конечно же, вынуждена будет пойти на, вот, то, что, ну, скажем так, тоже на блокирование вот этой новой крымской власти. Есть зависимость по воде, да, потому что есть канал, который поставляет воду в Крым, да, есть транспортные сообщения, как бы экономические взаимосвязи, где Крым все-таки уже интегрирован в значительной мере в экономический комплекс Украины. Все это придется переналаживать тогда. Но самое главное, я же говорю, это внутриполитический кризис, который может дестабилизировать все это в Крыму на достаточно длительное время. А Крым тогда будет пойти на источники. Большое спасибо. С нами на прямой связи был украинский политолог Владимир Фисенко. Мы обсуждали ситуацию, которая складывается вокруг Крыма, где... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...